Ну, я не думаю, что вот такая политика является эффективной политикой, потому что если ты выступаешь какой-то речью с антирайскими тонами и после этого, через неделю после этого едешь в Москву и там признаешься в любви к тому же Владимиру Путину или подписываешь документ, известное заявление 30-пунктное, в котором, в принципе, подписываешь под всеми позициями России по актуальным вопросам, например, в Европе, ну, это не знаю даже, на что похоже. То есть, если ты решил диверсифицировать свою внешнюю политику или ослабить зависимость от России, то нужны конкретные шаги, а не какие-то выступления в парламенте, где какими-то намеками. Ну, мне кажется, я повторюсь, что это прежде всего делается для внутриполитических целей.